В Сочи приехали представители лучших кофейн Южного региона и Поволжья. Это команда из Ставрополя, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Казани. Главная задача участников чемпионата, демонстрируя свои профессиональные качества, рассказать о своем заведении и приготовить необычные новые напитки на основе кофе. А во втором этапе им необходимо будет выполнить задание по латте-арту, это искусство рисования молочной пеной по напитку. И также задание черный ящик, когда они из пяти ингредиентов должны приготовить, прямо тут на месте придумать новый какой-то авторский напиток. А пока кофейни состязались в профессионализме, гости дегустировали кофе, который во всем своем разнообразии представлен на фестивале. Сейчас я пью Бразилию с альтернативным способом заваривания, очень вкусное, мне нравится. Представлен на чемпионате Russian Coffee Cup из Сочи второй раз участвует сочинский кофейник. Бориста поддерживают постоянные посетители кофейни. А кофейник можно посетить и в Адлере, и на Красной Поляне, и уже в центре Сочи Новоровского 5. Участники команды признаются, для них, конечно, важно побороться за лидерство, но самое главное почувствовать кофейную волну, влиться в необычную атмосферу и зарядившись здесь позитивом на год поделиться им со своими друзьями-любителями кофе. Здесь во время презентации команда кофейника приготовила два авторских напитка – горячий и холодный. Для чемпионата на сегодняшний день мы приготовили кемикс с нашим домашним апельсиновым сиропом, который готовил наш шеф Бориста. Он будет холодный, освежающий, охлаждающий. Мы подчеркиваем чайное тело и показываем гостям, что кофе не всегда должен сбивать своей температурой и сильным таким кофейным вкусом. Авторские кофейные работы будут непременно внесены в меню кофейника с обязательной ремаркой – участник чемпионата Russian Coffee Cup. По итогам южного отборочного тура, а это уже будет завтра, две лучшие кофейни будут соревноваться в финале чемпионата. Он пройдет с 24 по 27 сентября в Москве. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.